This conference will now be recorded. Еще посмотрят опять же в записи наш вебинар. Видно, что интерес к этой теме очень большой, что радует, конечно, потому что действительно сейчас нельзя не знать о контент-маркетинге, хотя бы иметь какое-то представление. Если не сложно, напишите, пожалуйста, кто-то уже работает с контент-маркетингом или в маркетинге, или только собирается приступить к этому, чтобы просто было понимание или просто интересно, что это такое. Чтобы я понимала, какая аудитория у нас собралась. Буквально пару слов, если не трудно. Если хочется коротко, давайте плюсик. Да, спасибо. Вижу. Но я так понимаю, что кто не работает, все-таки, наверное, хотел бы так или иначе прикоснуться к этому. Кто работает, понятно, что просто тоже хочет развиваться и поэтому посещает различные мероприятия. Давайте я представлюсь. Вижу ваши ответы. Спасибо большое. Интересная тема. Согласна с вами полностью. Меня зовут Нейман Анна. Я преподаю курсы по маркетингу и пиар. Вот сейчас как раз идет группа менеджер по маркетингу и рекламе, в том числе вот группа контент-маркетинга скоро стартует и эффективные пиар-стратегии и инструменты. Работаю в маркетинге уже давно, более 15 лет. Можно сказать, что начинала вместе с маркетингом в России и видела весь путь становления маркетинга. Поэтому, конечно, являюсь, как мне кажется, таким носителем знания по поводу того, как развивался маркетинг, какие он проходил этапы. Действительно, это очень интересно. Может быть, когда-нибудь стоит написать про эту книгу. Тем более, что я работаю 10 лет в издательском бизнесе, практически все это время в должности директор по маркетингу, начальник отдела маркетинга. И сейчас работаю в издательстве АСТ, ветеран маркетинга, пишет нам Вадим. Согласна, что тема актуальна и перспективна, и вот даже нам ветеран маркетинга это говорит. В издательском бизнесе, естественно, очень много, много связано с контентом. Конечно, там и сам маркетинг по себе очень интересный, но и, конечно, контент играет там особую роль. Поэтому мне кажется, что я тоже повидала на своем веку много, много интересных активностей в этом направлении. И хочется ими с вами поделиться. Если вдруг станет особенно интересна эта тема, то с понедельника стартует группа, как раз не очень длинный курс, всего на 4 занятия, как раз вот курс по контент-маркетингу. Ну и хочется начать, конечно, с такого вопроса, который, наверное, всех волнует. Что такое контент-маркетинг сегодня? Даже если мы уберем слово сегодня и проведем какой-то опрос, мало кто вот так сходу сформулирует, что же это такое, а кто и сформулирует, то определения получатся совершенно разными. В принципе, это в целом свойственно для маркетинга. Вот опять же на курсе по маркетингу мы практически целое занятие разбираем именно определение маркетинга и в итоге приходим к тому, что, наверное, практически у каждого оно свое, потому что действительно очень много вариаций, очень много каких-то нюансов, которые присутствуют в каждом бизнесе. И поэтому, конечно, вот эти вот определения, когда мы изучаем, мы понимаем, что там можно выделить какие-то общие черты, но в целом действительно их очень много и иногда трудно договориться. В свое время под контент-маркетингом понималась вполне определенная история, когда, например, какая-то коммерческая организация, у которой, конечно же, цель в любом случае получения прибыли, как у любой коммерческой организации, вела какой-то или блок для своих пользователей, для своей целевой аудитории, или какое-то корпоративное медиа, по-другому это так могло называться. И, как правило, вот этот блок был наполнен такой полезной информацией, но напрямую никак продукцию компании не продавал. То есть в свое время исключительно было такое узкое понимание контент-маркетинга, как совершенно вот такой отдельной истории, непродающей, которая длится достаточно продолжительный период времени и в целом призвана заинтересовывать покупателей в компании, в продукте, но очень косвенно, не напрямую и не призывая купить здесь и сейчас. Сейчас, конечно, времена немножечко меняются, и я предлагаю в настоящее время все-таки смотреть на контент-маркетинг гораздо шире, потому что появляется и гораздо больше возможностей. Понятно, что сейчас у нас с вами большое количество соцсетей, большое количество возможностей рассказать какую-то интересную информацию. И, на мой взгляд, будет гораздо полезнее воспринимать контент-маркетинг максимально широко. То есть все, что вы делаете в соцсетях, все, что вы пишете на своем сайте, все, что получает ваш покупатель или потенциальный покупатель, например, в рассылках, которые приходят на электронную почту, все, что вы пишете в смс-ке, и даже то, что говорят, например, менеджеры вашего колл-центра, если ваш бизнес предполагает колл-центр, какие-то скрипты, которые вы предоставляете менеджерам по продажам, все это может быть контент-маркетингом. Поэтому хочется вот здесь, ну, один из первых таких, да, наверное, трендов, если возвращаться к заявленной нами теме, это именно широта понимания контент-маркетинга сегодня, потому что в любом случае контент-маркетинг нацелен на взаимоотношения с нашими потребителями, с нашей целевой аудиторией или с нашими потенциальными потребителями. И, конечно, все то, что компания выпускает, так сказать, в свет, все это может быть контент-маркетингом. И не только может быть, но и должно таковым считаться. Мне кажется, что если, ну, как-то держать это постоянно в голове, то можно любую коммуникацию использовать, использовать эффективно и получать с этого отдачу. Понятно, что раньше это было, да, определенное понимание контент-маркетинга, когда не было столько возможностей для распространения информации. Поэтому даже изначально вообще были печатные журналы, печатные издания постепенно, да, это все переходило там в интернет. Но сейчас об этом даже как-то смешно вспоминать, потому что, хотя некоторые издания, которые появились тогда, существуют до сих пор, но в настоящее время у нас столько возможностей для коммуникации с аудиторией, что, конечно, не хочется ее упускать. И поэтому любое наше сообщение может считаться продуктом контент-маркетинга и должно считаться, если мы хотим работать эффективно. Ну, то есть мы с вами обсудили больше вот сейчас, наверное, контент. А второе слово контент-маркетинга, да, это, естественно, маркетинг. И тут мы приходим, да, ну, первый такой нулевой тренд мы уже проговорили, да, максимально широкое восприятие контент-маркетинга. А вот сейчас мы приходим как раз к первому тренду, который следует из слова маркетинг. Так, Вадим нам пишет, что дал бы такое определение контент-маркетинга, решение широчайшего спектра маркетинговых задач с помощью современных средств коммуникаций. Спасибо, Вадим. В принципе, вы вот так вот в двух словах в определении сформулировали как раз то, о чем я говорила. Действительно, это так и есть сейчас. И это именно определение нынешнего времени. Можно даже, да, вот им, наверное, и пользоваться, потому что действительно мы проговорили все средства коммуникации, которые сейчас есть. Но это то, что касается контента. Важно не забывать, что в контент-маркетинге есть вторая составляющая, это именно маркетинг. И эта составляющая не менее важна, если не более, чем первая составляющая. Почему, да? Ну, мы знаем, что основная цель маркетинга все-таки состоит в том, чтобы выявлять и удовлетворять потребности целевой аудитории. Как говорят классики, да, задача маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Потому что если мы произвели такой продукт, который удовлетворяет какую-то нашу потребность, то зачем нам заставлять или убеждать человека купить эту продукцию, да? Он и так ее уже ждет, потому что она удовлетворяет его какие-то ключевые нужды. Кстати, интересно, по маркетингу проходили курсы, или, может быть, кто-то имеет образование в сфере маркетинга, или чуть-чуть тут поподробнее остановиться. Ну, именно вот, да, про вторую часть, что в контент-маркетинге очень важен и сам маркетинг. Да, вижу, Николай, да, спасибо. Здравствуйте, Ирина. Ну, как обычно, да, кто-то уже в маркетинге, кто-то еще только туда собирается. Ну, вот определение маркетинга я уже озвучила, что основная цель – это удовлетворение как раз потребностей, иногда создание этих потребностей, если мы, если человек еще учился давно, если человек еще не осознает эту потребность, значит, ее нужно создать. Такой, наверное, пример приведу, когда средства от накипи в стиральных машинах у нас, по сути, создали эту потребность, потому что мы не очень знали, что нужно как-то переживать по этому поводу, но нам человек, да, в рекламе рассказал, что это очень плохо, и сейчас машинка сломается, хотя она до этого, там, 10 лет работала и не ломалась, но тут, когда мы услышали, что сейчас она сломается без средства для накипи, мы, конечно, сразу перепугались и пошли его покупать. То есть это вот как раз тоже действие маркетинга, не только удовлетворить потребность, да, но иногда и создать, когда ее не было у покупателя. То есть маркетинг – это про смыслы, это про потребности и про людей. Поэтому сейчас очень важно, чтобы контент-маркетинг не забывал про маркетинг, потому что все-таки случается, да, иногда, что увлекаемся форматами, увлекаемся какими-то фишками, какими-то интересными, прикольными видео, да, часто можно слышать, когда контент-маркетологи говорят, это же прикольно, ну, и вообще в маркетинге, да, это тоже часто. Но нужно не забывать, что весь контент должен, во-первых, соответствовать целевой аудитории, соответствовать ее потребностям, ну, и, во-вторых, конечно, вычленять и описывать, и как-то помогать ключевой выгоде от реализации. Ну, да, да, вот, Вадим, да, увлекаемся технологиями и креативом именно, и забываем немножко, для чего мы это делаем, совершенно верно. Вот, опять же, на курсе маркетинга много внимания уделяем, тоже можете почитать просто, ну, и в интернете даже, такому понятию, как трехуровневый анализ товара, когда мы, ну, рисуем такие три кружочка, и в самом внутреннем кружочке, в ядре, у нас ключевая выгода от потребления нашего товара. Во втором кружочке сам товар, ну, и в третьем, там, гарантийное обслуживание и так далее. Что имеется в виду под ключевой выгодой? Почему ее надо всегда очень активно искать? И мы прям измучили, измучила я всю группу, которая сейчас на, учится, да, вот на курсе по маркетингу, потому что прям заставляла находить эту выгоду. Что имеется в виду, да, что когда мы, допустим, продаем беговую дорожку, да, то мы продаем не беговую дорожку, мы продаем здоровье, красивое тело, экономию времени, ну, тут нужно, да, там, докапываться. Это такой простой пример. Конечно, бывают бизнесы, где сложно, сложно до вот этой сути дойти, но если мы до нее дойдем, то дальше у нас очень легко строится, по сути, контент-маркетинг. Мы просто помогаем человеку вот эту выгоду реализовывать, да, то есть если мы продаем беговую дорожку и понимаем, что основная выгода – это не беговая дорожка, не сам товар, а основная выгода – это здоровье, да, то мы рассказываем в нашем контенте, помимо каких-то физических упражнений, да, мы можем говорить и о питании, и там, о масках для лица, и все, что угодно, все, что у нас там связано с красотой и здоровьем. То есть мы уже концентрируемся на вот этой выгоде. Поэтому изучайте маркетинг, то есть не надо думать, что, да, не надо думать, что вот вы там изучили какие-то фишки, можно обойтись без маркетинга, ну, лучше, можно, наверное, да, не буду утверждать, что прям нельзя, но лучше все-таки чуть-чуть, да, в маркетинг тоже углубиться именно с точки зрения вот выгоды, с точки зрения целевой аудитории. Ну, и здесь написано еще плюс CGM – это карта пути клиента, то есть это некая таблица, которая показывает все те этапы, которые проходит покупатель от принятия решения до покупки, то есть вот он осознал потребность, куда он пошел, чтобы найти информацию, ну, условно, там, поисковик, маркетплейсы, спросил друзей, да, потом он подумал, там, стал читать отзывы, ну, то есть все вот эти этапы, достаточно большая таблица, это прям тоже целое действо, тем не менее, хотя бы на каком-то таком начальном уровне, если ее понять, то тоже можно пользоваться этим с точки зрения контент-маркетинга. Здесь у нас, как ни странно, в этом семинаре, немножечко объединены тренды и, скажем так, компетенции контент-маркетолога, да, потому что это и тренд, что этим нужно заниматься, но и то, в чем контент-маркетологу нужно развиваться, обучаться, может быть, ну, посетить, да, там, несколько каких-то семинаров или хотя бы там почитать какую-то литературу. Не буду говорить, что прям без этого не может быть крутого контент-маркетолога. Может быть, конечно, может быть, но мы говорим о такой классической схеме и о тех трендах, которые существуют, и о том, как стать не просто крутым контент-маркетологом, а суперкрутым. Поэтому, конечно, смотрите, да, изучайте маркетинг, смотрите целевую аудиторию, составьте себе ее портрет, поймите, как она движется от момента принятия решения до покупки, и вам будет гораздо легче делать для этой аудитории контент. Второй тренд, ну, так вот я его назвала, да, крадите как художник, все уже кто-то придумал, надо только это найти и воплотить. Не очень новая мысль, скажем так, да, давно она присутствует. Вот недавно тоже вышла книга генкреативности, и там как раз вот Ян Сташкевич рассказывает, что вообще нет новых идей, что все уже кто-то придумал. Здесь, конечно, важно правильно относиться, да, к этому тренду, и здесь скорее больше про наблюдательность. То есть вы должны постоянно, как контент-маркетологи, ну и плюс это опять же, да, такой тренд, постоянно смотреть, что происходит в других отраслях, не обязательно у ваших конкурентов. Это может быть вообще из какой-то другой области, какая-то идея, какое-то мероприятие, и вы должны постоянно, постоянно в голове думать, как это можно использовать. Сейчас это действительно тренд, потому что можно увидеть, ну, если очень внимательно присмотреться, как одна и та же идея реализуется в каких-то разных, ну, даже разных отраслях, да, можно так сказать, и она выглядит абсолютно по-другому. Ну, то есть здесь, конечно, речь не идет там о краже, как таковой, естественно, да, имеется в виду, что нужно смотреть и пытаться какие-то хорошие идеи адаптировать под свою специфику. Ну, допустим, да, сейчас вот у нас в издательстве идет акция «Помоги сельским библиотекам». Ну, в маленьких городах, где нет возможности заказывать очень много книг, библиотечный фонд, ну, не очень большой, и они всегда рады подаркам. Вот у нас сейчас идет акция «Помоги сельским библиотекам». Ну, и, допустим, есть стоматология, к примеру, и вот смотрит стоматология на нашу акцию, да, и говорит, где мы, где сельские библиотеки, все, нам это не подходит, да. Но дальше все равно может идти какая-то мысль, что это какое-то социальное мероприятие, в принципе, это инфоповод, об этом можно написать, это может стать частью контент-маркетинга. Давайте там у нас, допустим, проведем какой-то день открытых дверей, все желающие бесплатно могут там проверить зубы с такого-то там по такое-то число. Это вообще совершенно другая акция, но навеяна, да, вот этой историей социальной акции с библиотеками. Например, ну, сейчас вот так фантазирую, да, ну, вот как вариант, или сейчас очень распространены разные квесты, когда ходишь по городу, там ищешь какие-то подсказки, да, какие-то пункты контрольные проходишь и так далее. И, допустим, компания, которая системы видеонаблюдения, к примеру, да, продает, почему бы не взять тоже это за основу и, например, тоже там подготовить какой-то квест по поводу того, как вот использовать там эти видеокамеры. Ну, то есть всегда можно какую-то идею под себя адаптировать. Естественно, ну, еще раз, да, повторюсь, что мы не говорим про то, что мы берем то, что кто-то написал, да, и выдаем это за свое. Здесь имеется в виду исключительно в плане идей, что модно сейчас, да, что сейчас, опять же, в тренде. Почему бы эти идеи не пытаться адаптировать под свой бизнес и таким образом тоже получать идеи для контента. Ну, третий тренд, будьте проще, здесь, ну, вот как раз такой, да, простой слайд, простые видео, простые слова. Последнее время вообще сейчас такой тренд, что видео, которые сделаны профессиональными монтажерами, профессиональными операторами с использованием там режиссера и так далее, сейчас меньше нравится целевой аудитории, об этом вот и представители ВКонтакте, в частности, говорят, что люди меньше заинтересованы в таких видео, получаются хуже показатели, например, да, по рекламному взаимодействию, по переходам с таких видео, чем видео, которые сняты вот с телефона, там, трясущейся рукой в какой-то квартире, совершенно без фона. И сейчас действительно тренд, что нужно писать простыми словами, чтобы все было понятно, снимать вот такие вот видео, чтобы это все походило на то, что вот тебе там знакомый переслал какое-то видео, которое он снял с чем-то, да, что-то купил, снял и говорит, смотри, как классно. Точно так же простыми словами все это описывать. Ну вот сейчас, по крайней мере, такая тенденция, поэтому, ну, тоже неплохо, да, стараться быть чуть-чуть попроще. Это тоже, когда сидишь внутри, достаточно трудно переварить, потому что кажется, ну, мы же должны выдавать очень хорошее качество, обязательно нужно написать сценарий, видео, обязательно нужно, да, там пригласить каких-то людей, снять это, оператор, монтаж, красиво, все красиво. Но вот сейчас, ну, даже, да, представители крупнейшей там соцсети ВКонтакте заявляют о том, что снимайте просто на телефон, кидайте, и это будет иметь больше эффект. Что, конечно, да, опять же не означает, что не нужно вообще писать, ну, примерно так, да, Вадим, будь проще, и да, вот сейчас это работает. Конечно, это не значит, что нужно, не имея, да, контент-плана, сценария, просто что-то делать и куда-то выкидывать, конечно, нет, там, с ошибками и неправильными ссылками, так делать не надо, но тенденция вот такая есть, и почему бы к ней не прислушаться. Четвертый, ну, и такой и тренд, и компетенция, да, как мы говорили, то есть, что должен, в принципе, знать и уметь хороший контент-маркетолог, понятно, что контент – это у нас что? Это тексты, видео, фотографии и так далее, да, это текстовый материал и какой-то визуальный материал. И, конечно, сейчас очень много качественного и здоровского контента, очень много появилось креативных, действительно, копирайтеров, и сейчас, если вот этому не учиться, то, конечно, такой контент-блог и такой контент-маркетинг никогда не будет выделяться, то есть здесь точно нельзя это пускать на самотек, потому что контент должен быть качественный. Качественный имеется в виду, да, вот вы сейчас скажете, как же качественно, если вы говорили все просто. Да, все просто, но качественно, вот такой парадокс. Поэтому постоянно нужно повышать свою квалификацию в плане текстов, в плане видео, фотографий и так далее, и ведь фотография и видео – это не только про качество, это не только правильно выставить цвет, это не только про то, как нужно красиво смонтировать, здесь больше и про виденье, и про то, как подать материал, да, про то, как это скомпоновать, чтобы это красиво смотрелось на фотографии. Все это, конечно, нужно, все эти компетенции постоянно наращивать. Кстати, здесь книги ни в коем случае не только нашего издательства, только одна нашего, так что не думайте, что это реклама. Это действительно, ну, во-первых, пиши, сокращай, понятно, что все уже про нее сто раз слышали. И очень хочу порекомендовать здесь одна из книг, вот Дмитрия Кота, а так, в принципе, у него их несколько, можно все брать. Это действительно очень практическая книга, где представлено огромное количество методов написания продающих текстов. Под продающими текстами мы понимаем, ну, в принципе, любые тексты, скажем так, да, продающие здесь в значении вовлекающие, потому что мы с вами, да, вроде говорим о том, что контент-маркетинг не продает напрямую, ну, здесь, да, в значении вовлекающие тексты, те, которые не хочется пролеснуть, а которые хочется дочитать дальше. И это прям вот настольная книга, потому что, конечно, вот вначале ты ее читаешь радостно, такой, все, сейчас все тексты буду писать только по такой схеме, прям каждый день новая схема. Ну, естественно, в процессе текучки, в процессе работы все это забывается, поэтому она должна лежать на столе, ее все время нужно открывать, и, ну, если вы контент-менеджер, тем более, то лучше вообще прям за правило, да, там раз в два дня я пробую какой-то новый принцип. Это еще и очень интересно, и, ну, можно смотреть на реакцию, какая получается реакция, как люди реагируют, на какие приемы они лучше реагируют, потому что, напомню, что вы работаете со своей целевой аудиторией, они все разные, поэтому тоже реакция может быть разная, что-то подойдет, что-то нет. Но открою еще такую тайну, что в любом случае во все, в основе всех текстов лежит все равно выгода от вашего продукта, то есть то, что вот здесь вы где-то обнаружили чуть-чуть, да, подучим маркетинг, вспомнив маркетинг, или вы и так его всегда знали, так что приводите его в контент-маркетинг. То есть в любом случае в основе крутого такого текста, крутого контента лежит все равно понимание выгоды от приобретения продукта, поэтому, ну, вот в любом случае пункт один – это прям обязательно, и дальше уже какие-то приемы, как это интереснее подать, на что надавить, понятно, что там классика есть тоже, ну, и очень-очень много новых методов, действительно такая практическая книга. И, короче говоря, эта книга про то, как это, наверное, вот больше относится вот сюда, то есть о том, как нужно написать текст, а потом из него вычеркивать, 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 пока не останется прям вот самое-самое, буквально совсем чуть-чуть. И там интересные примеры и из истории, и, ну, такие смешные, про то, как все это развивалось с древних веков, и действительно про то, что нужно начинать со смысла, и как его оставить, ну, и, конечно, тоже про то, как не говорить канцеляризмами, ну, опять же, тоже помогает, да, вот в этом пункте, то есть изъясняться чуть-чуть проще, потому что иногда, конечно, тянет вот очень витиевато высказаться. Ну, вот сейчас аудитории, наверное, не очень такое нужно, поэтому вот попроще. Ну, суть какая, да, этого тренда, что нельзя останавливаться, вот нельзя думать, я и так неплохо писала в школе, да и видео вот вроде ничего, но каждый день тоже появляется что-то новое. Останавливаться в контент-маркетинге точно нельзя, тем более сейчас, когда все понимают, как он важен, и все уделяют ему большое внимание, и очень много великолепных специалистов в этом, поэтому, если хотите преуспеть, конечно, нужно здесь, ну, активно развиваться, уделять этому внимание. Ну, еще один тренд – это экспертность, да, то есть развивайте экспертность, развивайте экспертность ваших экспертов, скажем так, да, то есть вы же можете быть контент-маркетологом в какой-то компании, где есть свои эксперты, это, ну, 100% так, в любом случае какие-то эксперты, да, у вас есть, которые обязательно должны появляться на публике, и если вы будете целенаправленно заниматься развитием экспертности, то в какой-то момент это тоже начнет приносить свои большие плоды. Конечно, там есть и подводные камни, что делать, да, если вдруг эксперт решит покинуть компанию, но здесь уже нужно этот момент обсуждать с руководством и прорабатывать, и понимать, насколько вы готовы вкладываться в какого-то конкретного эксперта. Здесь просто привела пример Дзена и каких-то статей очень полезных, да, потому что в Дзене сейчас как раз большое количество экспертов, да, там есть и блоги, которые там, да, не очень экспертные, но очень большое количество экспертных именно блогов, где присутствуют специалисты в какой-то области, которые также имеют какую-то свою, да, другую работу, какой-то заработок, но при этом дают бесплатную полезную информацию, вот как раз по сути занимаются контент-маркетингом в чистом виде, да, ну вот там, например, это специалист по питанию, там 36 питательных продуктов с небольшой калорийностью, пожалуйста, вот можно читать, и многие люди так и делают, читают, 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 не собираюсь ничего заказывать, но, соответственно, понятно, что у контент-маркетинга это верхняя часть воронки, потом попозже ее покажу, и понятно, что не все, кто будут рады читать ваш контент, потом станут вашими покупателями, тем не менее, в каком-то проценте, естественно, конвертируются их покупатели, но в целом это тоже хорошая история, хороший тренд, эксперты нужны, поэтому вот их можно тоже развивать и использовать это как направление контент-маркетинга. Ну, несмотря на то, что кажется, что контент-маркетинг это очень всегда весело и творчески, что это фото, видео, тексты и так далее, но все-таки все равно присутствуют и такие, да, немножко сложные вещи, над которыми нужно будет попотеть, это, конечно, SEO-продвижение, точнее, не SEO-продвижение, а SEO-понимание SEO, скажем так. Что такое SEO? SEO – это комплекс мероприятий, которые позволяют сайтам быть выше в поисковой выдаче. Ну, вот если, да, вот мы тут, ну, тут я набрала в Яндексе SEO, да, вот это рекламное объявление, рекламное, а вот это вот статья, которая появилась самая первая, да, тут же есть еще какие-то компании, ну, вот для того, чтобы статья появлялась у вас выше в поиске, а не на какой-то, допустим, пятой странице, чтобы ваш сайт, сайт вашей компании был выше, используются методы SEO. Да, там часть методов – это программистские разные мероприятия, но и от копирайтера здесь тоже много зависит. Поэтому если вы хотя бы на верхнем таком уровне посмотрите, что это такое и чем может быть полезен для SEO, для того, чтобы поднимать сайт повыше контент-маркетолог, будет здорово. Тем более, что, опять же, если вы посмотрите, например, вакансии контент-маркетолога, то там, как правило, все-таки присутствуют SEO-тексты, то есть наполнение, написание статей таким образом, чтобы там присутствовали определенные SEO-методики для того, чтобы как раз вот эта статья позволяла сайту подниматься выше. То есть, ну, не совсем вот веселуха всегда у контент-маркетолога, да, чуть-чуть нужно вот и попотеть, и посмотреть, что же такое SEO. Это тоже тренд, потому что в контент-маркетинге сейчас тоже у всех, у кого есть сайт, ну, это, да, практически большинство, очень активно используется. Ну, еще один там тренд-компетенция – понимайте, когда контент-маркетинг не нужен. Вот это вообще самое страшное, когда есть понимание, что какое-то направление модное, или у всех есть, а у меня почему нет, да, и начинается вот использование каких-то инструментов, когда это, ну, действительно не нужно, и тратятся деньги, идут годы, да, все страдают, ничего не происходит, ну, и очень грустно. Поэтому, если у вас, например, какое-то локальное заведение, что такое локальное заведение, ну, что-то, что ограничено каким-то определенным районом, определенным местом, да, то, скорее всего, контент-маркетинг вам не нужен. Но если у вас целевая аудитория ограничена определенной географией, зачем вам, вот, допустим, какой-то район Москвы, да, зачем вам на всю Россию контент-маркетинг, зачем вкладывать в это деньги, явно есть более, более какие-то интересные инструменты для продвижения. Товары спонтанного спроса, ну, какие-то батончики, лампочки, батарейки и так далее. Ну, вы можете, конечно, вести суперинтересный блок какой-то, я не знаю, про лампочки, но, наверное, в этом особо смысла нет. Ну, еще отмечают, что форс-мажорные ситуации, когда нужен кто-то, кто быстро сейчас там подскочит, да, починит текущую сантехнику, хотя здесь я, наверное, бы тоже поспорила, сама собой, да, потому что, если, например, был бы какой-то, какой-то контент-маркетинг, допустим, у сантехники, да, где рассказывали бы, ну, может быть, и нет. В общем, здесь нужно думать, в принципе, считается, что когда вот какие-то такие закрытия форс-мажорных ситуаций, то тогда контент-маркетинг не помогает, но здесь, конечно, нужно смотреть, какой бизнес, какие у вас есть возможности, есть ли у вас какие-то эксперты, которые готовы выдавать полезный контент, ну, то есть здесь уже зависит от некоторых факторов. Если подводить какой-то такой небольшой итог, да, что же такое контент-маркетинг и про что нужно помнить, ну, во-первых, всегда нужно помнить про пользу для потребителя, если, ну, да, Вадим, понятно, что, как я, да, раньше сказала, что контент-маркетинг максимально широко, а теперь говорю, что, да, не так уж широко, ну, наверное, вывеска все-таки, не будем ее относить к контент-маркетингу, но можно и так сказать, здесь маркетинг не математика, да, здесь можно спорить и рассказывать, и иметь разные мнения, главное, чтобы, ну, работало все. Но в целом это должна быть польза для потребителя обязательно, именно вот для того потребителя, именно вот та польза, про которую мы говорили вначале, то есть выгода, да, ключевая. Ну, должно быть интересно, это вот стандартное такое банальное требование, но бывает, да, вот просто неинтересно, очень полезно, но совершенно неинтересно читать. Интерес может появиться, если вы развиваете свои качества копирайтера, там, видеограф, фотографа и так далее. Доверие – это вот больше про экспертность, про то, что вы, как компания, уполномочены или имеете право, или у вас есть знания. Ну, Ирин, смотрите, вот все равно, наверное, и контент-маркетинг все-таки не нужен для каких-то бизнесов, то есть давайте с этим согласимся, но в целом я тоже с вами согласна, что можно поспорить и можно найти пример, примеры, когда это работает, но, например, там условная какие-нибудь точка по продаже хот-догов, ну, наверное, не стоит тратиться на контент-маркетинг, то есть здесь такая, знаете, тонкая материя, я уверена, что вы мне сейчас приведете примеры, когда вот по всем этим пунктам контент-маркетинг нужен, и я с вами в итоге соглашусь, и мы все придем к выводу, что все это неправильно, но, ну, просто признаем, да, что, давайте так это переформулируем, что мы должны подумать, точно ли он нам нужен, вот так вот, и точно ли мы готовы, смотрите, вот как раз у нас, да, переходим к этому слайду, да, точно ли мы готовы, что у нас нет продажи сразу, что все это долго, что мы должны этот контент готовить качественно, это значит люди, которым мы платим зарплату, или какие-то люди, которых мы наняли по договору, ну, то есть мы должны проанализировать, все-таки нам это принесет какие-то плоды или нет, поэтому вот здесь нужно подумать, готовы ли мы к этому, поэтому давайте вот мы вот здесь вот перефразируем, да, что мы должны подумать, готовы ли мы ко всему вот этому, и опять же существует такое мнение, что якобы вот контент-маркетинг это бесплатно, ну, про это надо забыть, потому что это не бесплатно, в любом случае, если у вас в штате человек находится, это деньги, это заработная плата, да, это человек мог бы там делать что-то другое, если это, понятно, наемный, ну, по договору там ГПХ, самое занятого, неважно, это тоже не бесплатно, ну, и нужно понимать, что это долго, что это не какая-то скидочная акция, мы не говорим, вот приходи сейчас, и вот тебе будет скидка, и ты сразу купишь, да, ну, то есть это все игра в долгую, нужно быть к этому готовыми, поэтому если мы ко всему этому готовы, мы контент-маркетингом занимаемся, если нет, то мы понимаем, что, ну, пока, пока, наверное, это не для нас, ну, опять же, ну, даже вот из собственного опыта, когда иногда приходят сотрудники, ну, там, маркетологи, да, которые занимаются другими вещами, и говорят, мы хотим вести всю группу, ВК, будем каждый день заполнять, это же так легко, я говорю, да, да, конечно, давайте, естественно, через три дня все заканчивается, потому что это не легко, это контент-план, это каждодневный контент, это ответы на комментарии, это работа с аудиторией, это поиск интересных форматов, ну, то есть про это, ну, это мы сейчас такую, да, там, маленькую часть контент-маркетинга, как соцсети взяли, про это, ну, нужно, нужно не забывать, но контент-маркетинг, безусловно, очень полезен, если им грамотно заниматься, и если мы возьмем воронку продаж, то, конечно, контент-маркетинг больше относится вот к самой широкой части, когда мы только знакомимся с аудиторией, когда мы рассказываем о себе, когда мы сеем такое вот информационное поле, но при этом, даже при принятии решения о покупке, контент-маркетинг тоже оказывает свое влияние, потому что покупатель, потребитель склонен больше доверять тому, с кем он уже сталкивался, чью информацию, чей контент он потреблял уже, и кому он доверяет, и так далее, поэтому, конечно, польза контент-маркетинга очень большая, и в воронке продаж, и в, и в, во всех, как бы, других, да, моментах, важно только понимать, что это не очень быстро, вот, то, что я вижу, ну, местные локальные СМИ, можно отнести к пиару, но, опять же, да, здесь вопрос формулировки, в этом маркетинг, да, немножечко сложен, что формулировок очень много, и контент-маркетологам, вот даже если на том же HeadHunter посмотреть, там совершенно разные функции могут работодатели вкладывать, да, в эту должность, ну, точно так же, как и здесь, да, считать местные локальные СМИ, это будет пиар или контент-маркетинг, поэтому это уже такой вопрос формулировок, важно вот просто проанализировать, понимать вот эти моменты и понимать, что контент-маркетинг это полезно, но не очень быстро и не очень бесплатно. С 14 ноября, напоминаю, стартует курс, представители, да, центра на Белорусской сообщили мне, что всем слушателям вебинара предоставляется на него скидка 15%, а тем, кто самый решительный, и готова платить сегодня или завтра, там, до утра, скидка составит 30%. Вот передала информацию, которую меня просили озвучить, соответственно, всех приглашаем, и если есть возможность, то напишите, пожалуйста, было ли полезно, узнали что-то новое из сегодняшнего семинара, ну, нужна, да, такая небольшая обратная связь. Очень рада, что все, что так много людей интересуется контент-маркетингом, и что вы решили провести вечер на этом вебинаре. Спасибо большое за обратную связь, Иван, а я не очень поняла вопрос. Это я, я так поняла, это я передам техническим специалистам, да, что это неудобно было, я правильно поняла? Да, да, Татьяна, курс веду я. Спасибо большое, что пишете обратную связь, Иван, обязательно передам, чтобы это исправили по возможности. Да, поняла, поняла, спасибо. Да, возможно, кстати. Еще раз всем большое спасибо, и до встречи на других вебинарах или на занятиях. Спасибо. 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 Продолжение следует...